Друзья голубевода, вот сегодня хочу поделиться с вами очередным советом, который давно как бы хочу выкладывать. Ну какой по номеру, честно говоря, я сам не помню, потом посмотрю, там поставлю. Ну совет про витаминов. Ну сами знаете, что для голубей очень важным фактором считается это, да, в кормлении и витамина. То есть должны быть витамины, аминокислоты, там минералы, там жиры всякие. То есть чем больше рацион у голубей, тем голубь бодрее. Ну не только голубь, да, любое живое существо, значит. Я уже на протяжении многих лет пользуюсь одним видом витаминов, который недорогой относительно многих, там может быть свое мнение об этом витамине. Я повторяю, я никого не навязываю, ни мои ролики смотреть, ни моим советам следовать. Кому интересно, пусть те ребята, да, тем более писать всякую хрен на моей странице, там. Ну про это попозже я расскажу, там пару слов скажу, то есть там. Значит, витаминный комплекс называется Чиктоник. Она продается в литровых бутылках. К чему я призываю общаться с голубеводами? Потому что для одного голубевода это очень много. Но в год там у вас там пусть, ну, грамм 100 вы потратите этого витамина. То есть так, как я говорю, да. Если соберется вам здесь свое, да, вместе 10 человек, вы можете купить этот витаминный комплекс. В общем, и это, да, поделить между собой каждый там по 50, по 100 грамм. Это будет чистый. В упаковке не перемешанный. Сами знаете, что, ну, не все честные на руки там. Стоит, допустим, столько этот витамин. В общем, или это, да, там. И чай стоит сколько. Ну, вмещают там это. То есть желательно, чтобы вы собирались, купили одну большую бутылку, поделили между собой. Ну, если не получается, то там, ну, как хотите, выбор ваш. Это я свое мнение говорю. Значит, сейчас я покажу. Это я вот, у меня маленькая бутылка. Вот я как-то покупал большую. Вот, по-моему, название должно быть видно. Чиктоник называется, не знаю. Ну, вроде написано. Это название вот этого, да, витамина. Выглядит она коричневого цвета. Вот. Один куб шприца. Значит, то есть там будет пятикубовый шприц, там десятикубовый. Видите, вот там один куб. На два литра воды. Вот я показываю. Двухлитровая баклажка с под пепси. Вот я наливаю туда. Перемешиваю. Ну, неудобно одному и то, и то, да. И получается как бы желтого цвета раствор. Вечером убираете воду с под голубей. Утром там, ну, при кормежке там, наливаете вот этот витамин поилку, чтобы голуби пили. Вот я наливаю сейчас сюда. Значит, в нем находится около 30 видов, 29 видов, по-моему, там витаминов, аминокислот, там минералов. То есть, ну, такая, мне, по крайней мере, очень нравится. Когда я впервые пробовал вот этот витамин, значит, как советовали производители, я начал пробовать так, да, вот, ну, как производители пешат, там, сколько кубов, настолько воды, сколько дней надо поить, сколько раз в день надо поить. У меня зимой голуби начали линять. То есть, среди зимы голуби начали линять. То есть, ну, дураку понятно, что это называется передоз. Ну, производителям, конечно, хочется побольше продавать. А нам, голубеводам, хочется правильную позицию найти. Значит, ну, со временем я нашел, как бы, пропорцию, как поить. Я уже говорю, на протяжении многих лет я пользуюсь этим витамином. Состояние голубей, вы видите, какое у меня, как там голуби себя чувствуют, как плодятся. Значит, как я пою? Каждые 10 дней, один раз я утром пою вот этим витамином. То есть, вечером убираю воду, наливаю вот этот, утром этот витаминчик, тоник, в течение двух часов. Что выпили, выпили. Все остальное потом через два часа выливаете. Я пою 1-го числа, 11-го числа, 21-го числа. То есть, три раза в месяц. Мне нравится. Попробуйте. Из ребят, кто вот следит, послушал меня делать, никто не жалуется. У всех голубятни полны птенцов. То есть, ну, у всех как бы нормально. Да, я, по крайней мере, ни от кого не слушал, чтобы сказали, что это плохо. Комплекс недорогой. Ну, дальше я отдаю там, знаете, уже минералы мои, то пятый, десятый там это, да, то есть там растения, чеснок этот. Ну, это уже моих советов все есть. Я говорю, кому интересно, смотрите, кому неинтересно. Ребят, это ваша проблема. Просто, пожалуйста, хорош строчить. Вот вы на все готовы, лишь бы не поднять голубей. Касаемо Андрея, я последний раз говорю. Я его три раза разблокировал и три раза заблокировал. То есть, человек, говорит, там, скрываются, у самого замок висит на страничке. Ребята, даже многие ему писали, убери замок, мы хотим тебя писать в личку. То есть, ну, понимаете, люди, которые не хотят написать в комментариях, просто хотят ему пару слов в личку сказать. Ну, я не могу сказать, что он не прячется. Я все время говорю, ребят, кто мне подает дружбу, уберите замок. Здесь нормальная страничка, здесь никто никого не хамит, не оскорбляет. Все вот то, что было 4 месяца тому назад, вы уже поняли, все это прошло. Это все позади. Сейчас люди грамотно пишут, друг другу советов дают. Вот вчера мне там из Саратова Петя созванивается, прислушивается, голубей гоняет. Вот он мне выставил ролик, как отучить от проводов. Желательно делать на обоих ногах вот это, чтобы он не мог длинный палец согнуть. То есть, голубь садится на провод, он падает, он не может сесть. Хочет, не хочет, он это отвыкает там. То есть, ну, очень логичный, правильный совет. Вот такими советами надо делиться. Кто знает? Я не все знаю. Я не все знаю. Я вам рассказываю то, что я сам непосредственно сделал. Знаю там это, да, вот эти вещи. Из вас, безусловно, многие тоже знают. У вас на страничке не смотрят. Вышлите мне. Я посмотрю. Выставлю от вашей имени. Я ж написал совет от Пети, да. То есть, это его опыт. Это не мой опыт. Это не мое. Мне чужое не надо. Мне своего достаточно. Значит. По поводу того, что там уже здесь заблокировал, там начинают Степину сторониться, да, там пачкать. Ну, ребят, ну, хорош пачкать, делом займитесь. Погоняйте птицу. Может, у вас это получится. Вот эти сказки я там десятилетиями уже слушал. Знаешь. Ну, это просто обычный бред. Ну, поверьте, вас уже никто не верит. И всем это надоедает. Я вчера буквально разговаривал по телефону, который знает Андрея. Я говорю, может, ну, поговори с ним, пусть ведет себя правильно там. Я как-то разговаривал с ним по телефону. Но они догоняют все это. Хотя и себя умного строят. В общем, я говорю, поговорите. Я его разблокирую. Все-таки голубевод пусть посмотрит. Может, чему-то... Он говорит, брат, не надо. Без него спокойно. Опять начнет, говорит, пиарить своих голубей. Если, ребята, у вас есть голуби, во-первых, вы пишите на странице у Степы. Человек сделал вызов. То, какого хрена вы там пишите? Отзовитесь на этот вызов, если у вас такая четкая птица. У Степы там, по-моему, результат пять с половиной часов. А вас, балаболову слушать, меньше всего сутки двое не летают. То, что вы там ролики выставляете на моей странице, да, там. Я каждом своем ролике двадцать раз повторяю. Как голубей можно в точку отправить и как можно к себе потянуть, понимаешь? Ну, время этих сказок уже прошло. То, что ты говоришь, это мой ролик. Я тебя не верю. И я неоднократно сказал, вызываешь людей, чужих людей. Приходит при них, какие они тебя показывают. Поднимаешь этих голубей. Если ты этого сможешь, это, да, там. И ничего не надо сказать. Люди поймут, что у тебя есть птица. Ну, поскольку ты это не можешь. Ты натурально, обычно, обыкновенно пиздобол, балабол, да, там. Боже, ну, извините за выражение, короче. Которое достает людям, понимаешь? Вчера из ребят там кто-то написал. Говорит, создайте страничку, говорит. Там это, да, как там, типа страница писарчуков, там. Или обиженников Гагика. Правильно говорят. Создайте между собой, общайте там. Мне наплевать, что вы говорите. Я еще раз говорю. Дерьмо на меня не липнет. Для меня вот просто вот это, да, там, эти глупцы, это просто дерьмо. По-другому я их не могу называть. Если человеку 250 раз одно то же самое, это, да, объясняешь, он все равно стоит на своем, там, попка, блядь, попка, блядь. Ну, что ему мне объяснять? У меня на таких, как вы, нету ни времени, ни нервов. Все, отстаньте. И от меня, и от остальных. И всем остальным тоже, да, попрошу. Не обращайте на них внимания. Караван идет, собака лает. Это у них профессия такая. Должны лаять, понимаешь? Если мы на каждого лаят, там, будем обращать внимание, да мы с ума сойдем, понимаешь? То есть, ну, профессия у собаки лает. Пусть лает. Могут там доказать, что они не собаки, да, нормальные голубеводы. Я сказал, вызывайте людей при чужих людей, поднимайте голубей, все станет ясно. Вот эти сказки хорошо рассказывают. Таких, как вы, я там тысячами видел. У которых 6 часов летает, бошки отрывает, 10 летает, бошки отрывает. Приходишь к нему, поднимает. 2-3 минуты все голуби сидят. Берет бушлат, там, да, начинает бегать за голубями. Голуби дороги уступают. Ну, таких чудиков, ну уж поверьте, я видел. Я как-то рассказывал, я штук 300 голубят покупал. Из них оставил 3 штуки. Все, которые вот продавали, я говорю, вот то, что ты рассказываешь, половину покажи мне. Говоришь, 1000 рублей, я 10 даю за голову. Говоришь, 500 рублей, 5000 тебя даю. Никто не согласился. В общем, в конечном итоге, за 300 штук голубей, минимум 1150 я выложил. Несколько месяцев своих нервов и труда, это, да, и я получил 3 голубя. Каждый голубь на меня обошелся тысяч по 50. Мне было легче по 10, по 15, по 20 купить. Да даже по 50 купить, но не портить свое время и свои нервы. Если у вас есть такая хорошая птица, во-первых, вы пишите на странице у этого, у Степы. Человек сделал вызов. Согласитесь на его вызов. Не можете, знаете, куда вам идти. Мне не вам объяснять. То есть все, эту тему закрываем. Вы для меня ноль. Просто ноль. Пустоболы. Не писарщуки, а пустоболы. Вот вы на все готовы там, да, грудь себя рвать, там, тележку там на себя рвать, но вы не готовы голубей поднять. Здесь голубиная страница. Здесь пишет о голубях, показывают дети. За это время сотни детей уже начали завести голубей, поднять голубей, показывать, затаскивать. За это время вы ни одного ролика не могли показывать, какого я говорю, вашего ролика. Либо монтаж берут одного голубя, 150 раз выкладывают. В природе не существует таких голубей, которых каждый стол будет одинаково. У одного. А тем более у четырех, у пяти, у шестих такого не бывает. Вам любой нормальный голубевод это объяснит. Вы можете там, ну, новичкам, которые ни хрена не понимают, там, мозги-то это, да, тереть. Но им уже с ними тоже не получится, потому что я первоначально сказал, есть два Акапиана, то есть были один уже умерший, а Рутюна Маяк Акапиан. Весь мир дурили. Я другой Акапиан. Я людям буду помогать, чтобы их не могли дурить. Вот моя цель. Люди начали гонять и будут гонять. Конкретно по моим достижениям, вы видите, сколько молодых ребят, да даже ребята, которые мне пишут дядя, дядя это вид уважения. Меня дядя называют даже ребята, которые старше меня. Если вы не понимаете, дядя это не возраст. Дядя это уважение. Когда человек уважают, навы общаются, дядя называют, там, братом называют. То есть это вид уважения. Ребята столько уже поставили, гоняют там, мальчишки тоже начали. Вот Петя из Саратова, у него страничка называется чудес не бывает. Я думаю, в Петии надо будет уже поменять название, что чудеса бывают. То есть человек несколько месяцев тому назад не мог птицу поднимать, у него сейчас поднимается. Вчера вот со мной разговаривает, он говорит, я девятерых мальчишек научил голубеводство. Своих голубей раздавал там. Ну, естественно, он не суперовских отдавал им. Он давал то, что, ну, как бы для него второсортный, третисортный. Но тут не это, да, не главное, что там мальчишка начнет из суперголубей. Нет. Главное, что мальчишка начнет держать. Со временем у него получится суперголуби. Если этот любовь не пропадет у мальчишек, то есть будет дальше так же продолжать, он будет держать этих голубей. Голубеводство будет развиваться там. То есть все будет чинарем. По поводу того, что ребята заходят, смотрят, пишут это. Да, ребят, я не ем баранину. Вот неважно, у кого в гостях нахожусь и в каком виде дают баранину. Шашлык это, хашлама там или манты. Если присутствует баранина, я не ем. Я не пью водку. Я прошлый год литров сто, наверное, виноградную чачу гонял. Все друзьям пораздавал. Ну, еще чуть-чуть запаса осталось. Кто будет у меня в гостях, угошу. То есть я не пью водку. Поэтому мне по барабану, какого цвета это водка, там, что, как. Ребята говорят, хороший, кому угостил, там, братья, родственники, да. Ну, я им верю, что хороший. Ну, я, как бы, знаешь, не говорю, нет, хороший или нехороший. Ну, я не пью его. Я не ем баранину. Я про него не могу сказать. То есть мне это не нравится. Если вам не нравятся мои ролики, не смотрите. Тут большого ума не надо. Просто видишь там, я вот фотографии не смотрю. В обсуждениях идет фотография, да, там. Я их просто удаляю. Я их даже не открываю. Видите написано, Гаги Карпиан, да, удалите с обсуждений, не смотрите. Это ваш выбор. Если ты знаешь, что ты зайдешь, что-нибудь посмотришь и будешь нервничать, ну, значит, ты тупой каждый раз, если ты открываешь, начинаешь нервничать. Не смотри. Это вот мой вам совет. По поводу вот этих витаминов, я его как бы называю в шутку Виагра. У меня вот старичок, я от него 12 лет не получал, вот он сидит, не получал, это, голубят. Как начал я вот этим поить, за 12 лет я от него получил одного птенца, подарил другу. Как начал я вот пользоваться вот этой чектоником, у меня за сезон несколько пар птенцов от него выходило. Не знаю, в чем секрет этого, да, препарата, там, витамина, но мне помогает очень хорошо. Значит, попробуйте вы, понравится, будете продолжать. Не понравится, будете там по тысяче, по две тысячи покупать там. Но могу сказать, иной раз там пенициллина, она сто раз лучше, чем очень дорогой антибиотик, то есть он лучше лечит там. Там вчера мальчишка мне, Муса там, написал, говорит, дядь Гагик, покажите этих, да, птенцов, пескунов. Муса, дорогой, это вот для тебя. Вот, по-моему, видно должно быть. Вот сидят, вот тут сидят малыши, вон там сидят малыши, где там еще. Сейчас, вот. Вот у этого один птенец. Почему один? Потому что было яйцо одно. Многие говорят, голубка несется по одному яйцу. Нет, голубка не несется по одному яйцу. Голубка несется по два яйца. Только бывает такое, что вы голубку гоняете, эта голубка в воздухе просто несет яйцо. Вот еще птенцы, Муса, видишь, но они еще только вырастают там. Вот еще черненькие там сидят. Тут еще сидит. Тут вообще куча уже собралась, там от других тоже выпрыгнули. Там тоже. Ну вот это все птенцы. И это все результат вот моего метода кормления, гона. То есть, перед этим вот птенцы, это, да, вышли. А там вчера еще в этом, в степень страницы, в комментариях, там ребята пишут про линьку, там, по-моему, Толя пишет, что очень долго идет линька. Нет, ребят, она не идет очень долго. Практически, ну, голуби там, ну, любые животные там, весной готовятся к зиме, зимой, осенью готовятся, то есть, ну, к концу зимы готовятся к весне, а к концу лета готовятся уже к зиме. То есть, шерсть меняют, крылья меняют, короче, то есть, это порядки виши. Просто разные голуби, которые рождены в разное время, у них по-разному линька начинается. Сейчас я попробую найти мелочи вообще, которые вот только выпрыгнули, еще на крыше не было. Да, вот она. Сейчас я покажу. Видите, вот он. Еще, как бы не оперился, голубенок, это вот, вот у клюва, по-моему, должно быть. Видно? Да он что-то и не хочет. Активный какой-то малыш. Видите, уже линька началась. Голубенок еще летать не умеет, он только вот, выпрыгнул с гнезда. То есть, и сразу же пошло. Это естественно, голуби готовятся к зимовке. Для того, чтобы они побыстрее линяли, надо просто открывать голубей, хотя бы на несколько минут тряхнуть. Когда они начинают летать, у них в воздухе просто вот эти крылья, перья там быстрее высыпаются, и быстрее эта линька проходит. Ну, можете так, допустим, на хвостах там через одно выдергивать перья, чтобы побыстрее. Там не весь хвост надо выдергивать, да, там через одно. Эти выросли, другие там. Можете искусственным путем помогать? Ну, думаю, смысла нету, потому что, ну, это тоже как бы часть их жизни. Думаю, мешаться смысла нету. Надо просто птицу гонять. Гоняете все эти проблемы, это, да, разрешается. По поводу кормежки тоже говорят, нельзя голубей кормить. Да у меня все время корм голубят не полно. И голуби летают, и птенцы, вот видите, какие достойные вырастают, да, хорошие птенцы. В общем, то есть, ну, это ничему, для того, чтобы голубь хорошо летал, есть только один способ. Надо гонять. Ну, и кормить надо его хорошо, что у этого голубя сила была летать. Все остальное, это пустяки. Ну, сейчас я выйду на улицу, дверь открою, в общем, и это будет вопрос на размышлении суперголубеводов, которые очень сильно это, да, я очень часто прихожу к людям, я говорю, открой дверь. Дверь открывает, я говорю, с каких можно оставить, с каких нельзя оставить. Вот если такие опытные голубеводы, там посмотрите, если есть мозги, думаю, у вас вопросы исчезнут. Сейчас на паузу выйду. Вот голуби выходят с голубятни. Вот обратите внимание, как они выходят. Корм насыплен. Специально спровоцирую я их. Но не бегом к корму идут, объясню вам. А любой из них выходит, висит, потом только садится. Вот видите, все, которые вылетают с голубятни, висят. Не сразу на пол падает. Вот если у вас чуть-чуть, хоть децил, понимаете, в голубях, у вас больше вопросов не должно возникать. Голубь должен, бойный голубь, он должен висеть, как николаевская птица, при выходе. Лапы тянуть, вон, песку, шкет даже. Лапы тянут и спускаться. Он не имеет права падать. Вот как и ценятся голуби. Я не говорю, что это супер. Просто объясняю, как что делать, если кто-то что-то не знает. В какую погоду, когда голубь может уйти, тоже со временем могу объяснять. В какой день голубь будет лучше летать, какой день будет хуже летать. Есть такие детовские методы, хотя бы там один вчера там в комментариях написал, 21 век. Ну, в общем, к знахарям никто не ходит. Могу сказать, у меня младший брат, когда заболел, ему было полгодика, отвезли в больницу, 18 диагнозов поставили. Только тетка, соседка, короче, потрогав горло, сказала, везите там. Ну, в то время еще, это, да, Карабахской войны не было ничего. Там, в Кубатлинском районе, в Азербайджане, там, это, да, азербайджанка жила, она горло очищала, это, да, людям, у кого в горлах кость застревала или что-то. И когда отвезли, ну, при смерти сына, брата младшего, отец там наняли уазик, там в горах, это деревня, то кроме уазика ничего там не поднималось. Я их даже не трогал. А, от вертолетного шороха шарахали, короче. Вертолет вот сейчас летит. Да. И, короче, отвезли к этой бабке, там, она, черти сколько, это, да, с горла у пацана, там, он начал ползать и резко заболел. Там, то косточки, то пуговочки, то бумажку он оторвал, глотал. Ну, в общем, не всегда наша медицина помогает, это однозначно. То, что там достойных этих нету, лекарев нету народных, тоже не спорю. В основном шарлатаны стали себя под этим, да. Но есть люди, которые без, без это, да, там, без ничего, просто люди там, не за деньги, не за то, за другое, да, там, я вот вам трачу свое время, я что, с вас денег получаю? Я просто с вами делюсь, своим опытом, хочу помочь людям. Точно так же, те же самые, там, знахари, лекары, там, как вы хотите их называть, они тоже тратят, если кто-то там к нему поехал, отвез там 3 килограмма муки, это не говорит о том, что вы купили. То есть, вот, да, все это существует, все это есть, только вот плохо то, что очень часто, вот эти, да, шарлатаны все это портят, понимаешь, та же самая в голубеводстве, да, там, мне вчера, клуб, всемирный клуб голубеводов, по-моему, сообщение кинул, короче, там, Михаил зовут администратора, можно, говорит, я выставлю ваши ролики у нас на канале. Я говорю, с удовольствием, это поможет, там, вашим, это, да, ребятам с голубями, это, да, заниматься, только если эти мои ролики пользу принесет, без проблем, там, он говорит, мы там отдельную страничку у тебя откроем, я говорю, да, мне как бы по-большому без разницы, вот, я говорю, я эти ролики выкладываю не ради просмотра, не ради того, там, не думайте, что мне за это кто-то деньги тратит, или, наоборот, я свои нервы трачу на это, каждый раз какому-нибудь балбесу объяснять, что это не так, если вы что-то, знаете, такое путевое, да, там, у вас есть своя страница, выкладывайте туда, вас не слушают, отправьте мне, я посмотрю, если это толковая вещь, от вашей же имени я выложу, моя цель одну, еще раз повторяю, для особо отаренных, ребят, чтоб голубей начали гонять, не важно какой породы, любой голубь, у которого есть крылья, вплоть до декоративных, должен летать, не обязательно, чтоб декорация, должен там, час-два часа времени показывать, пять-десять минут, любая декоративная птица, любую можно разгонять, голубь будет здоровее, бодрее, умнее, то есть, занимайтесь этим, опять, восстановите гены в голубях, которые вы так же четко убивали, в основном, с вашей же подачи, все это произошло, позакрывали в вольерах, там, людей начали мозги пудрить, забивных голубей, за супер голубей, показывали, мальчишки, который ничего не понимал, что такой голубь, посмотрел, как Валера этот голубь бьет, да, он не понимал, что цена этого голубя всего три копейки, то есть, а вы там за супера выставляли, деваться вам, ребят, некуда, я еще раз повторяю, надо гонять, оторвите задницу от этих компьютерных стульчиков, выходите, погоняйте птицу, народ к вам потянется, будете так же мозги продолжать долбить, не знаю, ну, я больше на таких, как вы, ни нервы свои, ни время, не буду тратить, уж слишком высоко, там, это, да, высокий чест будет для вас, что я еще свои нервы буду на вас тратить, короче, то есть, прошайте, как говорится, давайте, до свидания, удачи вам всем, в общем, а те, которые гоняют голубей, ребят, у вас есть свои мозги, вы все это видите, вы все уже начали пробовать, у всех все четко получается, продолжайте в том же духе, не нравится, не это, да, не получилось там, да, мои советы вам не пользу пошли, не смотрите, не делайте, это ваш выбор, каждый из нас в жизни делает свой выбор сам, никто на это его не толкает, если завтра мне придут, скажут, вот там банкист, пойдем грабим, да, там миллион долларов лежит, я не пойду, сколько бы там ни лежало, у меня есть свои мозги, а если там будет какая-нибудь работа, которую я могу делать, и за это получить там, это, да, то есть, за мою работу получить оплату, я это сделаю, то есть, даже по моим голубям, да, вот это мои голуби, знаешь, я не перекупчик какой-то там, то, другое, я этих голубей могу и подарить, могу и продавать, могу и бошку оторвать, выкинуть, это все мое, то есть, как с ними мне поступить, мне решать, всем я дарить, естественно, не буду, то есть, продавать, тоже, естественно, все не буду, там, есть у меня друзья, которые, да, там, но, по крайней мере, кому я продам, ему надо будет лично доехать до меня, своими глазами увидеть этих голубей, как эти голуби себя в воздухе показывают, потом отвезти, со временем, если узнаю, что этот человек, просто закрыл, заперти, из моей птицы хочет делать бренд, ну, он уже как бы сделан брендом, так получилось, продавать этих голубей, второго раза у меня доступа не будет, то есть, птица моя будет у тех руках, кто гоняет эту птицу, потому что, очень многие ребята, я сам говорю, я купил 300 штук, оставил 3 штуки, я бы сам купил в свое время, хорошую птицу, но не было, может, у кого-то и было там, но я не мог найти, по крайней мере, сколько искал, я не мог найти, то есть, людям тоже, понимаю, хочется хорошую птицу, что не по столбам, не по проводам, не по чужим крышам, да, там, ну, такие ребята, я не думаю, что они будут закрывать, заперти, этих голубей, они будут гонять, то есть, с ними проблем никакого, там, созванивайтесь уже, вот, скоро я подниму, вот это все, вы все думаете, что если я подниму, скажу, вот, какой супер, да, там, вот, у меня 123 штуки ушли вверх, я сегодня уже могу сказать, что это фигня, натуральная фигня, я на своей птице чувствую, что я их порчу, с таким количеством, 15-20 штук, самое хорошее количество для бойных голубей, это не стайная птица, это не это, да, не бегуны, которые должны бегать, не кросс бегает, это как хоккеисты, как боксеры, каждый должен работать индивидуально, большое количество, миллион процентов портит эту птицу, что в игровой позиции, что по лету, что по мозгам, что по этим, то есть, не стремитесь к большому количеству, я уже, вот, я хоть и подниму это, но я больше этого никогда не буду делать, это просто глупость, я это сделал специально, потому что очень многие говорят, 200 штук поднимаем, 300 штук поднимаем, но мне просто характер такой, прежде чем высказать мнение, я должен добиваться этого, убедиться в этого, я уже убедился в этом, что это все фигня, это очередные легенды, голубь, максимум 50 штук, максимум, можно еще так красиво разгонять, дальше уже портится все это, ну что, друзья мои, опять получилось больше полчаса, удачи вам, гоняйте птицу, вот видите, с места стал все соскочили, гоняйте птицу, радуйтесь, радуйте других, не стесняйте, выкладывайте свои ролики, показывайте свое лицо, уберите все эти замки с ваших сторониц, тут вас никто не обидит, то есть, ну все мы нормальные люди, нормально общаемся с друг с другом, меня если пишете смс, там желательно делайте голосовой, что я не читал, поймите, мне и глаза начали болеть уже, и времени столько не хватает, чтобы отвечать, а отвечать хочу всем, помочь хочу я всем от души, не знаю, у меня натура такая, если могу людям помочь, я помогу, если не смогу, по крайней мере мешать не буду, успехов вам, друзья мои!